Кортье и Тиффани Бугатти, жених спайдермен. Девушки с выдающимися губами, ярким макияжем и обилием татуировок не сестры, а подруги. Зрители навсегда запомнят эффектное появление на «давай поженимся». Даже ведущие сместили фокус с поиска женихов для необычных участниц на обсуждение их самих. Николай Воронов, белая стрекоза любви. Николай Воронов взлетел в середине десятых. Молодой человек сочинил хит про белую стрекозу любви, которую потом перепевали все, кому не лень. Выпуск с Вороновым стал запоминающимся, потому что свататься к нему пришла знаменитая фрик-звезда Света Яковлева. Сергей – экологичный жених. Чтобы понять, почему выпуск с женихом Сергеем культовый, его нужно просто посмотреть. В юном возрасте герой ушел от родителей, попал в секту, стал многодетным отцом, а потом все бросил, в том числе и работу, и занялся просветлением. Теперь Сергей не пользуется благами цивилизации и ест продукты с помоек. А что самое интересное, возлюбленную он себе все-таки нашел. Сергей – только невинность. Други знаменитый Сергей – полная противоположность жениху Фригану. 31-летний Сергей пришел на шоу со своей мамой Валентиной Сергеевной. Ему нужна была не просто невеста, а образец скромности и целомудрия. Но знакомство героя с участницами осложнялось его странной фобией. Мужчина ужасно боялся вирусов и бактерий, поэтому соблюдал чрезмерную гигиену. Лариса Поздеева – романтичный спасатель. С первых минут появления на экране невесты Лариса Поздеева повергла студию в шок. Женщина оказалась близнецом ведущей Ларисы Гузеевой. Пришлось показать паспорт, чтобы развеять сомнения в том, что вторая Лариса – настоящая. Женщина пришла на съемки не просто так. Потенциальный жених считал образцом красоты ведущих «давай поженимся» и надеялся, что ему найдут такую же возлюбленную. Олег Монгол – хозяйка пансиона. Блогер Олег Монгол приходил на «давай поженимся» то ли за любовью, то ли за дополнительным пиаром. Тем не менее, выпуск с ним запомнился многим, а заодно разлетелся на мемы. Он попал на шоу в качестве одного из трех женихов. Группу поддержки Монголу составили его друзья Иришка и Паша. Олеся Малибу – любительница татуировок. Тогда еще 21-летняя Олеся Малибу, менеджер по продажам элитной недвижимости и модель, пришла на шоу искать щедрого кавалера. Однако весь фокус с женихов перешел на необычных невест. Олеся вместе с подругой позабавили публику своими историями и совершенным знанием английского языка.